Всем привет! Добро пожаловать на мой подкаст. Подошла к концу 15 недели торгов и пришло время провести традиционно домашнее задание и посмотреть, собственно, к чему нас готовят предстоящие 16 недели торгов. Итак, мы пройдемся по основным индексам, по основным индустриям, секторам и осцилляторам и посмотрим, к чему нам нужно готовиться и какие сектора могут быть интересными на будущей неделе. Прежде чем мы начнем, я хотел бы подчеркнуть, что вся информация в данном канале представлена на неограниченном кругу лиц исключительно в целях ознакомления и самообразования. Итак, основные индексы слева мы видим, как себя вели индексы на паза прошлой недели и справа мы видим уже те же индексы. Я еще добавил дополнительно других основных индексов по итогам прошлой недели и мы видим, что индексы растут и они достигают новых максимумов, что, собственно, я и говорил по итогам прошлой недели. Вернее, паза прошлой в конце, в конце позапрошлой недели. Викс по итогам позапрошлой недели был ниже 17 и прошлую неделю мы также закрылись ниже 17, то есть на уровне 16.25. За неделю Викс потерял 2%. Для нас это хорошо. В волатильности мы видим, что она снижается и держится в отдалении, так скажем, от психологического уровня в 20 долларов. Десятилетние трежерис, они никуда сильно не двинулись по итогам. Прошлой недели это вот позапрошлой недели на уровне 16.66 и прошлой недели уже 15.73. Мы по-прежнему находимся под уровнем сопротивления и особой динамики тут нет. Put call ratio, как я говорил, на паза прошлой недели приближались к единичке. Нам нужно быть ниже единицы. Если просто, понятным языком говорить, по итогам прошлой недели мы спустились на уровень 0.44, что тоже намного лучше, чем позапрошлая неделя. Если мы посмотрим в целом на все индикаторы вместе, то мы увидим, что на текущий момент ничего страшного либо критического мы не заметим. И скорее всего будущая неделя тоже нам покажет рост. И на данный момент по итогам прошлой недели ничего не предвещает какого-то перелома тренда и скатывания в медвежье настроение. Поэтому пока что ситуация именно такая. Я вам сейчас чуть дальше покажу, на что стоит обратить внимание, что является для нас таким моментом настораживающим. Но пока что вот мы идем по основным осцилляторам. Все говорит о росте. Сектора, которые перформили на позапрошлой неделе. И вот вам прошлой неделе. Я отметил те сектора, которые остались с позапрошлой недели в росте. То есть вот голдмайнеры, хомбилдеры и технологический сектор. Они перформили, как вы видите, здесь вот. Вот тех голдмайнер и хомбилдер. И они остались также по итогам прошлой недели. То есть сектора себя прекрасно чувствуют. Это хорошо. Я решил вам показать, что перформит сейчас. Какие моменты, какие направления. ETF мы видим, что он в лидерах падения. Clean Energy, энергетический сектор в лидерах падения. MJ в лидерах падения. K-Web в лидерах падения. То есть вот эти вот сектора, они. Oil and Gas, по-моему, падает уже несколько недель подряд. Поэтому это вот такие вот слабые места рынка. Соотношение акций, которые растут и падают по итогам позапрошлой недели перед вами. Что мы видим по итогам прошлой недели. И на что я бы хотел обратить особое внимание именно в разрезе индикатора по NASDAQ. То, что у нас есть дивергенция. Она была и на позапрошлой неделе. Где мы видим, что дивергенция показывает снижение чистых акций в NASDAQ. Однако мы продолжаем достигать новых максимумов. При этом 40% акций NASDAQ торгуются ниже 50 MA. Moving Average средний. Это такой очень обманчивый рынок. Я об этом уже говорил. Этот тезис обманчивости, он сохраняется. Поэтому будьте аккуратны. У нас в группе уже писали ребята, что индексы растут, а акций нет. Есть такой странный момент и он нас настораживает. Это такая новая реальность, в которой мы сейчас работаем. И она нам конечно же не нравится. Вроде индексы волатильности и основные индикаторы говорят о росте. Но рост в то же время вот такой вот он обманчивый. Боффа, Bank of America индикатор позапрошлой неделе и прошлой неделе остались на одном и том же уровне. 7.2 Макалин суммейшн, состояние рынка в Нью-Йорке. Если помните, на позапрошлой неделе я говорил, вернее давайте так, 3 недели назад я говорил, я показал на индикатор Найси, он только начал чернеть. По RSI он находился около 30. И я еще сказал, что если нам прищуриться, то мы увидим тут маленькое, маленькое начало разворота рынка к росту. Потом, вот это вот прошлой неделе, я сказал о том, что ребят, смотрите, мы начали, мы почернели очень сильно, очень хорошо. Мы оттолкнулись очень сильно от 30, да, это такой психологический уровень. И мы пошли вверх, нам нужно пересечь вот эти вот средние, вот что было красиво, как вот здесь вот, видите, как в ноябре было прошлого года. Вот нам нужно пересечь их, и это вот перед вами сейчас паза прошлой недели, и вот итоги прошлой недели, мы их пересекли. Мы еще дальше уехали от уровня 30, это прекрасно, и нам важно сейчас расти дальше, чтобы был вот такой вот рост. И я еще раз повторю тезис прошлых итогов, чтобы нам, нам главное не завалиться вот здесь. Вот сейчас мы пересекли, это хорошо, нам главное сейчас идти в рост, идти дальше. Вот как это было в ноябре, чтобы нам было еще спокойнее работать на рынке. Состояние и настроение инвесторов, частных инвесторов. Здесь опрос происходит, задается вопрос следующим образом. Как вы видите, рынок на следующие 6 месяцев. Это опрос паза прошлой недели, и мы видим, что 57% почти высказали за то, что рынок будет бычим. И обратите внимание на итоги прошлой недели. Да, настроения немного снизились, они сейчас 54%, тут 53,84%. Но важно другое, что уже третью неделю подряд вот этот индикатор, вот эти ребята, частные инвесторы, они высказывают мнение, что рынок будет бычим. То есть соотношение опросов, то, что рынок будет бычим, выше 50% высказывается оппонентов уже 3 недели подряд. 3 недели подряд, выше 50% респондентов говорят, что рынок будет бычим в следующие 6 месяцев. Это говорит о том, что инвесторы себя ощущают комфортно, и они ждут роста от рынка. Мы по-прежнему видим, что нам недостаточно жадности на рынке. Мы видим, что жадность уже как месяц, вот видите, one month ago, one week ago, она находится, например, на одинаковом уровне. Это и видно, это и видно по предыдущим слайдам, то, что я вам говорил, да, индексы растут, бумаги нет. Что недостаточно жадности, чтобы мы прямо вот хорошенько заработали на рынке по-прежнему. И поэтому ждем, чтобы этот индикатор, он все-таки показал нам более интересные показатели. Delta Market Sentiment Indicator, который показывает нам тоже общую картину. Я всегда смотрю на общую картину, и мы видим, как меняется настроение, и оно все больше и больше становится бычим. Мы видим 3 недели назад, 2 недели назад, неделю назад. И можете поставить на паузу, почитать подробнее про этот индикатор. Он покажет настроение бычей. И мы видим, куда идут деньги. В основном деньги, самый большой кусок идут в equity, то есть в акции, меньше в муниципальные банды. В целом в обычные банды и фонды идут меньше денег. Все идут в основном огромный кусок, 20 миллиардов идут в основном акции. По инсайдерам. Вот по инсайдерам у нас произошло такое историческое изменение, если можно сказать. Ну, это и есть историческое изменение. Посмотрите, что было в прошлой неделе. На самом деле, позапрошлой неделе была такая же. Мы то были выше вот этого стабильного коридора, то, что отмечено серингом. То были чуть выше, то шли внутри этого канала. Но посмотрите, что у нас произошло по итогам прошлой недели. Бам! Мы улетели. Такого не было никогда. Это наблюдение за 70 лет. Такого не было. И впервые мы видим такое медвежье настроение у инсайдеров. Есть разные мнения на рынке, почему такое происходит сейчас. Каждому скажет свое мнение, почему инсайдеры так отреагировали сейчас на рынок. Но одно остается неизменным. Это математика, это ретроспектива, это исторические данные. И они вот впервые вот так вот выстрелили. Это то, что нас настораживает и то, на что мы обратили внимание. Поэтому будем с этим работать и активно и пристально за этим наблюдать. Поэтому инсайдеры нам сигнализируют о своей нервозности. Эйфория у нас остается. Это паза прошлой недели и прошлой примерно на одном и том же уровне. И хотел бы еще обратить внимание на крипту, которая у нас, весь рынок криптовалют, он подсвалился немного по итогам недели. Это данные на скрин на субботу. Но мы знаем, что торговля криптой, она не привязана к рабочим дням. Она торгуется всегда, круглые сутки. Но это вот данные на субботу, что у нас вот такой вот рынок, он багровый, можно сказать. Основные выводы. По итогам недели рынок остается бычьим. По-прежнему мы работаем с маленькой частью депозита. Поэтому и доход у нас в абсолютных цифрах маленький. У нас сейчас прошла 1,4-я 2021 года. Только недавно мы отмечали Новый год, а уже 1,4-я прошла. И мы решили с моими коллегами из Wall Street обратить внимание на ETF и заниматься, перенаправить часть средств на работу с ETF. Потихоньку я буду выгружать на YouTube канал подкасты, посвященную выборам ETF, посвященному моему портфелю из ETF. Поэтому отслеживайте, смотрите, какие ролики будут выгружаться. И последний важный момент. Мы обращаем внимание на то, что те стратегии, которые работали в 2020 году, им сложно работать в 2021 году. И наша флагманская стратегия, недельная стратегия, мы видим, как ей тяжело. И когда мы получали по итогам каждой недели в прошлом году 5-6% дохода, в этом году мы либо уходим в ноль, либо в маленький минус, либо получаем 1-1 или 0,5% по итогам недели. И будем пересматривать наш подход к данной стратегии, да и вообще к остальным нашим стратегиям. Смотреть, что мы можем делать по-другому, чтобы быть более эффективным в будущем году. На какие акции, на какие индустрии, на какие бумаги, с какими стратегиями работать нам в 16-й неделе, все это я буду освещать в нашем телеграм-канале. Я начну прямо с понедельника до начала торгов. Если хотите присоединиться к нашему телеграм-каналу, то ссылка будет в описании на патреон. Попасть вы можете туда через патреон и через собеседование. Если вы проходите собеседование, вас включают в телеграм-канал. Вот таким образом вы можете присоединиться к нашему клубу. На этом, пожалуй, все. Всем удачной недели и держитесь верно у курса. Всем пока! Всем пока!